Всем привет! Привет! Сегодня 17 июля 2024 года и у нас полный диван вкусняшек от нашего любимого производителя лакомства для собак. Вот так выглядит логотип. Это контакты. Такая небольшая рекламка. Значит, эти вкусняшки лакомства для собак мы заказываем уже много лет и очень довольны качеством. Конечно, ОТК у нас здесь бультерьер белоснежный, Этуаль и вся наша большая компания Чихуахуа и Пуделей, а также кушает наша немецкая овчарка, грызут с маленького-с маленького возраста. Итак, я покажу, что сегодня нам пришло. В первую очередь я хочу поблагодарить владельца нашего будущего выпускника, который еще от нас не уехал, лимончик, который практически полностью сделали нам подарок на вот это огромное количество лакомств. Прислали денежную сумму для вкусняшек для наших собак. Вот, спасибо вам огромное. Практически чуть-чуть добавила и заказала вот столько лакомств для наших собак. Все, что мы нам подарили для наших собак, это обязательно тратится на собак, это даже не обсуждается. Ну и, естественно, вырученные деньги с продажи щенков у нас тоже идут на содержание, на улучшение, на покупку новых производителей. Все для собак. Это моя жизнь, это мое удовольствие. Ладно, давайте посмотрим, что же нам сегодня приехало. Так, здесь у меня квитанция, поэтому немного нам положили рубец говяжий, совсем чуть-чуть, но большими кусочками. Почему я люблю большие кусочки? Почему для Чихуахуа вообще все такое большое, вот такое большое, огромное? Потому что это безопасно, да, дать собачке без присмотра моего, чтобы они грызли. Опять же, это не еда, это погрызушки. Но сейчас я об этом давайте еще раз расскажу. Ну, конечно, рубец говяжий съедается достаточно интенсивно. Вот, значит, опять же, хочу повторить, у меня много собак, да, и они все всегда все хотят. То есть, у нас такой, как в детском саду, ажиотаж. Если я дам, то второму тоже нужно дать, то третьему, и они начинают друг друга забирать. Поэтому вкусняшек должно быть много, они должны быть в безопасности, чтобы собака не подавилась в первую очередь. Итак, рубец говяжий, очень-очень вкусный, очень хорошо высушенный. Этот производитель не добавляет никаких специальных химических средств, чтобы сохранить, убыстрить, выбелить, как-то изменить запах. Все абсолютно натурально высушено в дегидраторе, профессионально, правильно. Все хранится прекрасно и долго. Итак, дальше. Значит, кожа, рыбы, бруски тресковых пород. Все, кстати, у меня спрашивают, почему нет на Валбересе. Кстати, они же есть у нас, наш производитель на Валбересе. Но пожелание передадим. Не знаю, появилось уже или нет. Ассортимент огромный. Это такие брусочки сантиметров, ну, больше десяти, где-то около этого, прессованной, высушенной кожи тресковых рыб. Очень мои собачки любят. Так, дальше. Снеки. Снеки. Ну, здесь, получается, в снеках смесь мяса, овощей, ну, немножечко злаковых. Очень удобно. То есть, у меня два набора снеков. Называется Легкое и Вымя. Я так понимаю, что это Вымя. Такие, как печенюшки, они хорошо крошатся. И можно угощать собаку за их правильные действия. Очень удобно, как лакомство, потому что ломается она. Не просто дать погрызть, а именно потому что ломается. Это, я так понимаю, с легким, это с выменем. Я всегда хвалю своих собак за правильные действия. Они не просто так у меня такие умные. Я их еще и воспитываю. Психика-психикой нужно воспитывать. Поэтому они у меня очень послушные. Они знают, когда я их прошу, выходим, заходим и всегда их хвалю. Вот, значит, снеки тоже мы взяли. Ухо-говяжье лепесток. Это вот этот вот целый большой мешок. Здесь у нас, кстати, ухо у нас 3 килограмма. Рубца у нас 664. Немного. Ну, нам отдали, что было. Снеки у нас 2 килограмма. Вот, ухо-говяжье лепесточек. Ну, это вообще наши самые любимые ушки. Они говяжьи, высушенные, без раковины я беру. Ну, бывает с раковиной. Бывает, наоборот, нижняя часть. Чистенькая. То есть, собачка грызет долго нашей мелкой породы. Зубочки, камушек, значит, слетают. Молочные зубки раскачиваются. Ну, одни полезности. Причем это натурально. Очень приятно, вкусно пахнет. И нашим выпускникам в дорожку я всегда в новый дом кладу какой-то из подарочков, что у меня есть. Либо это ушко, либо это трахея. Трахея говяжья цельная. Три килограмма. Тоже такая большая. Еще раз, это не еда. Это занятие для вашей собаки. Занятие, полезное занятие, чтобы собака удовлетворяла свой естественный инстинкт. И хрящ лопаточный. Говяжий мне тоже очень понравился. Тоже три килограмма. Мы тоже его периодически берем. Это такие огромные, опять же, штуки. Итуаль наша любит. И чихуакуа, и пудели, и овчарка. Все замечательно это грызут. Вот такой вот огромный, вкуснейший подарок получился у нас от владельца нашего выпускника. Спасибо огромное. От владельца Глимончика. Очень-очень приятно. Еще раз, большая благодарность. И еще раз, большая благодарность производителю. Я в этом видео вам показала, где их найти. Так что на Валбересе можете найти по этой марке. Спасибо еще раз огромное. И всем пока. До новых видео, до новых встреч. Туальчка, ты будешь снимать пробу? Будешь? Конечно, скажи, я уже жду. До новых встреч. До новых встреч. Продолжение следует...